В городе Аргостоле, столице греческого острова Кефалония, прошло возложение венков к монументу российско-греческой дружбы. В мероприятии, которое состоялось под эгидой Всемирного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», приняли участие священнослужители Русской Православной Церкви, Греческой Митрополии, военные моряки Большого десантного корабля «Новочеркасск» военно-морского флота России, представители общественности двух стран. Рассказывает Эльвира Гордеева. В чекание шаг у монумента греческо-российской дружбы в Аргостоле проходят морские пехотинцы. В конце 18 века эскадра под командованием адмирала Ушакова освободила греческие острова от французов. И теперь, спустя века, греки особенно тепло принимают российских моряков, сражавшихся вместе с килофонийцами за свободу и независимость от наземных оккупантов. Русскую делегацию встречают мэр Кефалонии Александр Спарисис, митрополит острова Владыка Спиридон, президент килофонийского общества греко-российской дружбы Димитро Зафиратес, руководители различных комитетов мэрии, представители неправительственных организаций, наши соотечественники. Церемония возложения венков к памятнику была открыта гимнами России и Греции. Затем представители греческой митрополии отслужили молебен о погибших русских и греческих моряках. В богослужении с русской стороны приняли участие ректор Московской Духовной Академии архиепископ Верейский Евгений, наместник Свято-Данилово-Мужского монастыря архимандрит Алексей Поликарпов, председатель Всемирного общественного форума «Русская неделя на Янческих островах» Валерий Ганичев, участники форума. Вечная память, души их в облаке не подворяться. Мы благодарим патриарха за этот молебен, всех жителей города, за приемы делегации. Митрополит острова Кефалония Владыка Спиридон, который в числе первых лиц одобрил и благословил установку этого памятного монумента в декабре прошлого года, отметил важность дружбы греческого и российского народов, основанной на единой православной вере. По завершении митинга участники русской недели возложили к памятнику венки. В течение двух дней жители острова были желанными гостями на борту большого десантного корабля «Новочеркасс», пришвартованного в порту Кефалонии, где для них прошли ознакомительные экскурсии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова